Царь небесный, утешитель Дух истины, И живи везде, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю принесились они, И очистины от всяких скверны, И спаси, блажь, души наши. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему, Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла, Ибо Ты Бог наш, Тебе слава, Сылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аминь. Сегодня 27 января 2019 год. Мы продолжаем изучение пособия для бесед о вере с людьми различных убеждений. Вот пример из древнегреческого текста Нового Завета. Так, в Евангелии от Матфея, глава 1, стихи с 1 по 17, Содержат описание родословной Христа и имеют естественную логическую завершенность. Эти первые 17 стихов состоят из двух главных частей. Первая часть стихи с 1 по 11, вторая стихи с 12 по 17. Первая особенность. Число греческих словарных единиц, использованных в первых 11 стихах, ровно 49. Или 7 умножено на 7. Нужно помнить, что число словарных единиц в отрывке обычно не равно общему числу слов в нем. Слово «и» является одной словарной единицей. Оно может повторяться несколько раз. Вторая особенность. Число букв в этих 49 словарных единицах равно 266. Или 38 умножить на 7. Третья особенность. Из этих 266 букв 49 словарных единиц. Чисто. Надежда Васильевна, выключи микрофон. Вторая особенность. Число букв в этих 49 словарных единиц равно 266. Или 38 умноженное на 7. Третья особенность. Из этих 266 букв 49 словарных единиц. Число гласных букв составляет 140 или 20 умноженное на 7. А число согласных составляет 126 или 18 умноженное на 7. Напомню, на прошлом занятии мы закончили на том, что Библия – это книга, автор ее Бог, и у нее божественные такие особенности, что слова кратные 7. Число 7 очень часто встречается в Библии. И вот об этом следующий материал. Четвертая особенность. Из этих 49 слов число слов, которые начинаются с гласные, равно 28 или 4 умноженное на 7. Число слов, начинающихся с согласных, 21 или 3 умноженное на 7. То есть все делится на 7. Пятая особенность. Из 49 греческих словарных единиц число существительных составляет ровно 42 или 6 умноженное на 7. Число несуществительных – 7. Шестая особенность. Из 42 существительных в первых 11 стихах число имен собственных составляет ровно 35 или 5 умноженное на 7. Нарицательных имен существительных – 7. 7. Число греческих букв в этих семи нарицательных именах существительных ровно 49 или 7 умноженное на 7. Примечательно, что только в этих семи нарицательных именах существительных можно обнаружить более 20 числовых особенностей. 8. В этих 35 именах собственных, встречающихся в первых 11 стихах книги Матфея, число мужских имен составляет 28 или 4х7, число немужских имен 7. 9. Эти 28 имен мужских собственных встречаются ровно 56 раз или 8 умножить на 7. 10. В первых 11 стихах упоминаются три женщины Фомарь, Раафь и Руфь. Число греческих букв в этих трех именах равно 14 или 2 умноженное на 7. 11. В этих 11 стихах упоминается только один город Вавилон, число греческих букв в нем равно 7. 12. Из 49 словарных единиц первых 11 стихов число слов, которые встречаются более 1 раза, равно 35 или 5 умноженное на 7. 12. Число слов, которые встречаются только один раз, равно 14 или 2 умноженное на 7. 13. Из 49 греческих словарных единиц число слов, которые встречаются только в одной форме, равно 7. Здесь приведена лишь малая часть из удивительных числовых особенностей. Сама структура отрывка насыщена удивительным количеством числа 7. Вторая часть стихи с 12 по 17 также содержит обилие числовых особенностей, построенных на числе 7. Прежде чем говорить о том, как особенности научно доказывают божественное происхождение Библии, коротко рассмотрим еще несколько дополнительных примеров из греческого текста других отрывков Нового Завета. Часть текста, следующая за первыми 17 стихами Евангелие от Матфея, включает стихи с 18 по 25. Мы упоминаем только два из многих необыкновенных числовых фактов, открытых под поверхностью этого отрывка. Книга Матфея в стихах с 18 по 25 рассказывает о рождении Христа. Первая особенность. Число греческих словарных единиц в этом отрывке 77 или 11 умножить на 7. Вторая особенность. Из 77 греческих словарных единиц число слов, которые употребляются ангелом при разговоре с Иосифом, составляет ровно 28 или 4 умножить на 7. Даже мобильная речь ангела содержит свои удивительные числовые особенности. Глава 2 книги Матфея рассказывает о детстве Христа. Первая особенность. Число греческих словарных единиц в этой главе равно 161 или 23 умноженное на 7. Вторая особенность. Число греческих букв в этих 161 словах равно 896 или 128 умноженное на 7. Вторая глава Матфея содержит несколько абзацев. И каждый абзац имеет свои поразительные числовые особенности. Они отделены от остального текста отрывка. И в то же время особенным и замысловатым способом они образуют числовую часть удивительных числовых особенностей всей главы. Они переплетены таким образом, что вся глава представляет одну большую математическую цельность, состоящую из удивительных числовых факторов. Например, число греческих словарных единиц в первых стихах делится ровно на 7. Их число равно 56 или 8 умноженное на 7. В этой главе есть три речи. Говорит Ирод, говорит Мудрец, говорит Ангел. В каждой речи обнаруживаются свои числовые особенности. Однако, каждая из речей – это только часть особенностей. Под поверхностью книги Марка обнаруживаются такие же числовые явления, какие мы нашли скрытыми в структуре Евангелия от Матфея. Евангелие от Марка, 1 глава, с 1 по 8 стих. Число греческих словарных единиц в этих первых восьми стихах – 77 или 11 умножить на 7. Словарных единиц, начинающихся с согласной – 35 или 5 и 7. Из 77 словарных единиц число слов, которые потребил в своей речи Иоанн – 21 или 3 умноженное на 7. Это лишь несколько из числовых особенностей. Микрофон выключите, кашляет кто. Из числовых особенностей, пронизывающих структуру этого отрывка. Следующий абзац. С 9 по 11 стихи рассказывает о крещении Христа. Число словарных единиц в этом отрывке равно 35 или 5 и 7. Во второй главе книги Марка, с 13 по 17 стихи, приводится рассказ о посещении Матфея. Разговор Христа с писцами и фарисеями. Число греческих словарных единиц в этих пяти стихах равно 49 или 7 и 7. Из 49 словарных единиц число слов, употребленных Христом, равно 14 или дважды 7. А число слов, употребленных писцами, равно 7. В главе 4 Евангелия от Марка в стихах, с 3 по 20, Христос рассказывает притчу о сейтеле. Число греческих словарных единиц 49 или 7 и 7. У Марка, в 13 главе с 5 по 37 стих, приводится важное предсказание Бога о будущих событиях и втором пришествии Христа. Число греческих словарных единиц в этом отрывке равно 203 или 29 умноженное на 7. В последнем отрывке книги Марка мы видим также удивительные числовые явления. Ниже приводится только 4 из более 100 числовых особенностей, открытых в структуре только одного отрывка, состоящего из 12 стихов в книге. Марка, 16 глава с 9 по 20 стихи. Число греческих словарных единиц в этих 12 стихах равно 98 или 14 умноженное на 7. Число букв в этих 98 словарных единиц равно 553 или 79 умноженное на 7. Из этих 553 букв число гласных равно 294 или 42 на 7, а число согласных 259 или 37 умноженное на 7. Из этих 98 словарных единиц число слов, которые употребил Христос, обращаясь к своим ученикам, равно 42 или 6 умноженное на 7. Число словарных единиц, не относящихся к гречи Христа, равно 56 или 8 умноженное на 7. Этот отрывок содержит не только поразительные числовые особенности в целом, но он также содержит особенности внутри особенностей. А внутри этих особенностей есть еще свои особенности. Отдельные абзацы содержат свои собственные особенности внутри особенностей всего отрывка. Числовые значения. Одним из наиболее интересных исследований является исследование числовых значений в древней еврейском и греческом языках. Каждая буква, слово, предложение, отрывок имеют определенное числовое значение и арифметическую сумму. Иудеи и греки не употребляли цифры 1, 2, 3, 4 и так далее для выражения чисел. Вместо цифры они употребляли буквы алфавита. Например, если иудей или грек хотел написать 1, то он писал первую букву своего алфавита. Если нужно было написать 2, то он писал вторую букву своего алфавита. Каждая буква в древнееврейском и греческом алфавитах имела определенное числовое значение. Другими словами, каждая буква является в то же время и цифровой. Поскольку каждая буква имеет числовое значение, то и каждое слово имеет числовое значение. так как каждое слово состоит из одной или более букв. Числовое значение слова получается сложением числовых значений букв этого слова. В качестве примера определим числовое значение слова Иисус. По-гречески Иисус, если сложим число, цифровые значения букв этого слова, 10 плюс 8 плюс 200 плюс 70 плюс 400 плюс 200, то увидим, что числовое значение слова Иисус равно 888. Числовое значение на первый взгляд может показаться не имеющим значения. Однако, если мы обратимся к апокалипсису, 13 глава 18 стих, увидим, что номер сатаны антихриста указан равным 666, то мы начнем понимать не случайность факта, что числовое значение слова Иисус 888. Подобно тому, как каждое слово имеет значение, так же и каждое предложение абзац и книга Библии имеет определенное числовое значение и арифметическую сумму. Числовое значение предложения получается сложением числовых значений каждого входящего в него слова. Таким образом, числовое значение абзаца получается сложением числовых значений всех слов, входящих в этот абзац. Числовое значение каждой из 66 книг, входящих в Библию, определяется так же. Теперь вернемся к первому стиху первой книги Библии «Бытие». В этом стихе три важных существительных – Бог, Небо и Земля. Итак, числовое значение этих трех существительных составляет 385, 296 и 96 соответственно. Если мы сложим эти три числа, то увидим, что общее числовое значение этих слов равно не 776 и не 778, а как ни странно, точно 777. Или 111 умноженное на 7. Может показаться странным, что числовое значение древнееврейского глагола «сотворим» равно 203 или 29 умноженное на 7. Обратившись далее к первым стихам книги Матфея, расскажу о родословной Христа. Мы видим, что числовое значение всех словарных единиц в этих словах так же составляет число кратное 7, а именно 42364 или 6052 умноженное на 7. Если бы не хватило хотя бы одной греческой буквы или хотя бы одна буква была заменена другой, числовое значение отрывка было бы другим. Выше мы отметили в рассказе о рождении Христа, Евангелие от Матфея 1 глава с 18 по 25 стихи, что употреблено ровно 77 словарных единиц. Вызывает удивление, что числовое значение этих 70 слов так же составляет число кратное 7, а именно 51247 или 7321 умноженное на 7. Мы также отметили, что ангел употребил ровно 28 из этих 77 словарных единиц, когда он говорил с Иосифом. Числовое значение слов ангела равно 21042 или 3006 умноженное на 7. Во второй главе книги Матфея рассказывается о детстве Христа. Здесь употреблена 161 словарная единица. Числовое значение этих слов равно 123 529 или 17647 умноженное на 7. Цепочка обратной особенности. Они называются так потому, так как встречаются в структуре текста Библии, в структуре слов, которые отделены друг от друга большим расстоянием. Слова при цепочкообразной особенности разбросаны по различным книгам Библии. Они не находятся в каком-либо одном тексте. Имена тех, кто писал Библию, например, разбросаны по всей Библии далеко друг от друга. Достойно удивления, что число 7 обнаружено даже в этих разбросанных именах. Число лиц, которые писали Ветхий Завет, упомянутых в Библии, равно 21 или 3 умноженное на 7. Числовое значение этих имен 3808 или 544 умноженное на 7. Из этих 21 имени в Новом Завете упоминается ровно 7. Числовое значение этих семи имен равно 15554 или 222 умноженное на 7. Имя, которое встречается 1134 или 162 умноженное на 7. Имя Иеремии встречается в книгах Ветхого Завета в семи различных формах еврейского языка. Имя Моисея, написавшего первую книгу, встречается в Библии 848 раз или 121 умноженное на 7. Только с именем Моисея, так как оно встречается, можно насчитать более 38 числовых особенностей. Буквально тысячи и тысячи таких числовых фактов были обнаружены в тексте Библии. Они так многочисленны, что понадобилось более 40 тысяч страниц, чтобы вместить все подсчеты в результате исследований и перечислить все числовые особенности, встречающиеся в одном Новом Завете. Как эти открытые факты научно доказывают, что Библия – книга, данная Богом и вдохновенная Богом? Никто не может отрицать удивительных числовых особенностей или фактов под самой поверхностью оригинального библейского текста. Их тысячи. Их можно игнорировать, можно не обращать на них внимания, но поразительные числовые факты продолжают существовать. Наше личное мнение или наши симпатии или антипатии не меняют факта ни в малейшей степени. Каждому остается только принять их существование. Теперь, поскольку эти факты действительно существуют в самой структуре библейского текста, возникает вопрос. Как объяснить наличие этих фактов? Их наличие должно найти какое-либо удовлетворительное объяснение. Читатель согласится, что объяснить наличие этих удивительных фактов можно двумя путями. Либо эти факты – чистая случайность, либо они являются результатом замысла. Некоторые придерживаются мнения, что эти числовые особенности – результат простой случайности. Давайте тогда предположим, что в структуре какого-либо отрывка имеется 24 числовых особенностей или фактов. Какие могут быть шансы, что эти 24 особенности встретятся все вместе в одном отрывке текста по чистой случайности? Это можно легко вычислить, поскольку есть норма. Признанный научный метод вычисления шансов – закон вероятности. Только одно число из семи является кратным семи. Другие шесть чисел, которые не являются кратными семи, имеют столько же шансов случайно встретиться, как те, что являются кратными семи. По закону вероятности, имеется только один шанс из семи, чтобы какое-либо число оказалось кратным семи. По закону вероятности, имеется только шанс из семи, умноженное на семи, или только один шанс из сорока девяти, чтобы какие-либо два числа оказались случайно кратными семи. По закону вероятности, имеется только один шанс из семи, умноженное на сорок девять, или только один шанс из трехсот сорока трех, чтобы какие-либо три числа оказались кратными семи. Таким образом, по закону вероятности, имеется только один шанс из семи, чтобы какая-либо одна числовая особенность или числовой факт встретились в тексте случайно. Один шанс из сорока девяти для двух числовых особенностей, один шанс из трехсот сорока трех для трех числовых особенностей. Итак, перечисляется один шанс из скольких для трех, четырех, пяти и так далее, каждый раз умножается на семь. Один шанс из, ого, вот это число вот такое вот, ну в общем миллиардное, для двадцати четырех числовых особенностей. То есть, один шанс из громаднейшего вот этого вот числа. Таким образом, я его даже назвать не могу, таким образом, есть только один шанс по закону вероятности, чтобы в отрывке текста случайно оказалось двадцать четыре числовых особенностей. Только один шанс из ста девяносто одного квинтилиона, пятьсот восемьдесят один квадриллиона, двести тридцать один триллиона, триста восемьдесят миллиардов, пятьсот шестьдесят шесть миллионов, четыреста четырнадцать тысяч четыреста один. Вот как это число называется. Многие же кратные отрывки текста содержат семьдесят, сто и даже более удивительных числовых особенностей в структуре своего текста. Если есть только один шанс из ста девяносто одного квинтилиона, чтобы двадцать четыре особенности случайно встретились вместе, какой есть шанс, чтобы семьдесят случайных случайностей встретились случайно вместе? Когда имеется только один шанс из тысячи, чтобы произошло случайно, считается в высшей степени невероятным, что это произойдет вообще. Когда имеется только один шанс из сотен тысяч, то считается практически невозможным. Но здесь мы имеем один шанс не из миллионов, из биллионов, квадриллионов, квинтилионов, чтобы двадцать четыре особенности встретились в отрывке текста случайно вместе. Все это достаточно убедительно. Поразительные числовые особенности не могли встретиться даже случайно в одном маленьком отрывке, не говоря уже о тысячах во всей Библии. Все эти факты просто невозможно объяснить случайностью. Если же это так, то существует только одна альтернатива – они были задуманы и воплощены намеренно. Проиллюстрируем это на следующем примере. Предположим, что кто-то нес сумку с двадцатью четырьмя апельсинами. Предположим, что сумка разорвалась, и все двадцать четыре апельсина упали на пол. Какой шанс будет для того, чтобы эти апельсины упали четырьмя равными рядами по шесть в каждом ряду? И каждый апельсин упал точно напротив другого. Такая случайность считалась бы невозможной. Теперь предположим, что вы вошли в комнату, увидели лежащие на полу апельсины в таком порядке. Вы бы пришли к единственному заключению, что апельсины были специально уложены таким необычным образом. Никто не рискнул бы быть единственным сумасшедшим, настаивая на том, что апельсины лежат так чисто случайно. Подобно этому, и удивительные числовые особенности, обнаруженные в самой структуре оригинального библейского текста, не являются результатом случайности. А есть результат замысла и воплощения. Они организованы в соответствии с определенным планом. Они образуют тысячи совершенных и целостных схем. Итак, наличие удивительных числовых особенностей в самой структуре Библии отрицать невозможно. Это истина, которую каждый человек должен признать. Было даже доказано, что эти особенности не могли оказаться в тексте Библии случайно. Но они были специально организованы так в тексте. Это вторая истина, которую каждый человек должен признать. Возникает следующий логический вопрос. Кто запланировал и воплотил эти удивительные числовые схемы? Тысячи совершенных числовых схем оказались в Священном Писании благодаря какой-то разумной силе. Читатель согласится, что может быть только две возможных разумных силы, которые могли запланировать и осуществить эти глубочайшие схемы. Это мог быть либо человеческий разум, либо сверхчеловеческий, а именно божественный разум. Были ли эти удивительные числовые схемы запланированы именно теми людьми, которые писали эти книги Библии? Глубочайшие числовые схемы в структуре Библии не могли быть запланированы и разработаны только одними людьми. Если бы кто-то мог написать цельный по смыслу отрывок из трехсот слов, построив его таким образом, чтобы в нем встретились такие же числовые особенности из числа семь, как встречается в первых 17 стихах Евангелия от Матфея, это было бы чудесно, если бы он смог сделать это за шесть месяцев. Если бы кто-то мог написать целый отрывок, цельный по смыслу из 161 слова, организовав его таким образом, чтобы в структуре этого текста встречались бы такие же числовые особенности из числа семь, какие встречаются в стихах с 18 по 25 первой главы Матфея, это было бы еще более чудесно, если бы этот кто-то смог бы сделать это за три года. Если бы кто-нибудь за всю свою жизнь непрерывной работы мог написать целый по смыслу отрывок из пятисот слов, который бы содержал в своей структуре такие же гармонические и переплетенные между собой числовые особенности, какие встречаются во второй главе Евангелия от Матфея, то было бы чудо из чудес. Ни один смертный человек за сто лет жизни не мог бы выполнить схему, которая только в одной книге Библии имеется, даже если бы он трудился над этим все сто лет непрерывно. Потребовалось бы несколько столетий, чтобы написать книгу, которая была бы так же построена, как книга Матфея. Надо иметь в виду, что с каждым новым предложением трудность построения этих числовых особенностей возрастает в геометрической прогрессии, поскольку каждый абзац построен так, что должен непрерывно развивать те числовые особенности отношения, которые предшествуют этому материалу, а также следует за ним. Каждая новая буква, слово и предложение чрезвычайно затрудняют дело. Читатель должен понимать, что многие из тех, кто писал священное писание, были из простых людей. Они имели небольшое образование или же вовсе его не имели. Если бы Матфей, Марк, Лука и Иоанн, например, попытались бы выполнить в своих книгах те гармонические числовые особенности, какие обнаружены в их книгах в целом, и попытались выполнить отдельные числовые схемы, которые встречаются в каждом разделе, в словах, формах, буквах и так далее, сколько бы это время не заняло? Века. Несомненно. Ограниченность человеческого разума или краткость человеческой жизни исключает возможность того, чтобы какой-то человек или группа людей могли это сделать. Доктор Турни рассказывает о своей попытке построить отрывок, в котором были бы некоторые числовые особенности. И он говорит, я придал буквам английского алфавита числовые значения и пытался сделать отрывок текста, который был бы построен на числовом принципе, и чтобы полученное число было кратным семи, и чтобы все числовые другие особенности библейского текста были отражены в тексте, причем так, чтобы этот текст не потерял смысла. Я затратил на это много дней, но сделать ничего не смог. Однако это достигнуто в каждом из тысячи отрывков без малейшего видимого усилия. Поразительные числовые схемы, которые пронизывают многие книги Библии, не могли быть запланированы и воплощены теми, кто писал Библию. Следует помнить, что писавшие Библию жили не в одно время. Между написанием первой книги Библии и последний промежуток в 1600 лет, следует также помнить, что книги Библии были написаны 33-мя разными писами. Некоторые исследователи считают, что авторов Библии более 40. Следует также помнить, что эти 33 человека были разбросаны по многим странам света и происходили из самых различных кругов. Многие не имели образования. Каким образом могли эти люди запланировать распространение имени Моисей по всей Библии таким образом, чтобы образовалась удивительная числовая схема систем? Как мог каждый из авторов Библии, живших в разных странах, а последний был отделен от первого периода в 1600 лет, упомянуть имя Моисея ровно столько раз, чтобы поддерживать схему Иоанна? Самый последний писавший Библию употребил имя Моисей только один раз в апокалипсисе и этим завершил схему. Как каждый из писавших мог знать, что он должен употреблять какое-то слово такое-то количество раз, чтобы по окончании написания Библии через 1600 лет общее число раз точно разделилось на 7 и образовало числовую схему? Безусловно, такая схема не могла быть запланирована самими писавшими. Пример с именем Моисея – это только один из примеров цепочкообразных особенностей, которые проходят через всю Библию. Вся Библия связана непрерывной схемой от книги бытия до апокалипсиса. Схемы взаимосвязывают абзац с абзацом, книгу с книгой, Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет был закончен за 400 лет до того, как был начат Новый Завет. Однако оба вместе образуют одно целое откровение. Оба совершенно гармонируют, оба являются частью однородного целого. Самые большие умы человечества во все века не могли бы придумать такие сложнейшие математические задачи. Никакой человеческий разум не мог придумать такого способа объединения всего священного Писания воедино. Особо сложные числовые схемы не могли быть запланированы теми, кто писал Библию без посторонней помощи. Некоторое число слов в книге Матфея, не встречающихся в других 26 книгах Нового Завета, организовано в сходную схему. Как мог Матфей знать, что он должен употребить определенные слова, которые не будут употреблены ни в одной из других 26 книгах Нового Завета? Чтобы он мог это сделать, ему нужно было иметь перед собой все остальные 26 книг, когда он писал свою книгу. А это означало бы, что он писал свою книгу Евангелия Последней. Однако дело обстоит таким образом, что в каждой из других книгах имеется определенное число слов, которые не встречаются ни в одной из других остальных книг Нового Завета. Эти слова образуют необыкновенные числовые схемы. Каким образом из писавших каждый мог это сделать? Для этого каждый из писавших должен был иметь перед собой остальные 26 книг, когда он писал свою книгу. Это совершенно невероятно. Интересно отметить, что, насколько это известно, Библия является единственной книгой в мире, построенной по поразительной числовой схеме. На первый взгляд, наиболее вероятным возражением против числовых особенностей библейского текста является то, что такие числовые особенности или подобные можно найти в любой другой книге на любом языке, если затратить для этого достаточно времени проявить изобретательность. Однако же это не так. Библия отличается от всех других книг. Нет в мире ни одного другого литературного произведения, которое содержало бы удивительные числовые особенности, подобные тем, которые содержатся в библейском тексте. Иногда люди посвящали значительное время исследованию греческих классиков на предмет обнаружения в них таких же математических структур. Однако до сих пор ни в одной книге такого явления не обнаружено. Если человеческая логика чего-нибудь стоит, нам остается только один вывод, а именно тысячи поразительных числовых схем в самой структуре оригинального библейского текста не могли быть запланированы людьми, писавшими книги Библии. Они не могли быть делом человеческого разума. Совершенно очевидно, что Библия не является результатом работы многих умов, что она является произведением только одного разума. Заложенные в Библии схемы являются достаточным доказательством того, что вся Библия имеет только одного автора. Каждый честный и логически мыслящий человек вынужден признать, что разум, который запланировал и разработал Библию, должен был быть сверхчеловеческим, божественным. Только Всевышний, Всевидящий и Всемогущий Бог мог сотворить такие феноменальные числовые схемы под поверхностью библейского текста. Истина, все Писание вдохнуто Богом. Слова, появляющиеся из-под пера тех, кто писал Библию, «Библии были не их словами, а словами самого Бога. Они писали так, как были движимы и вдохновляемы духом Бога». Нельзя оспаривать математику, ибо это точная наука. Эти факты нельзя отрицать и оспаривать. В лучшем случае их можно только игнорировать. Читатели будут поражены, узнав, что совершенные числовые схемы, которые лежат в основе самой структуры оригинального библейского текста, дают возможность обнаруживать любое слово или букву, которые кто-либо мог добавить, опустить или переставить. Необычайные математические схемы совершенным образом определяют точный порядок слов, написание слов и так далее. Так же, как астроном, который знает определенные астрономические расчеты и позицию различных планет, и потому может определить, где и когда появятся другие планеты, точно так же тот, кто знает числовые схемы Библии, позиции различных букв, слов и книг, может безошибочно определить, где должны находиться другие буквы, слова и книги. Вот яркая иллюстрация вышесказанного. В одном из указателей библейских изречений, подготовленных, просмотренных и проверенных, приводятся списки, как очевидно думали всех изречений Библии, где встречается слово Моисей. Согласно списку, это имя встречается 846 раз. Это число не соответствует, конечно, различным числовым схемам, которые наблюдаются во всей Библии. Согласно определенным числовым схемам, мимо Моисей должно быть упомянуто в Библии такое число раз, которое делится на 7. Число 846 не делится на 7, но делится на 7 847. То есть 121 умноженное на 7 равно 847. В чем же дело? Не пропущено ли в указателе один раз это имя? Оказалось, что да, пропущено. Упоминание имени Моисей, которое не зарегистрировано в этом указателе, было найдено в книге Иудеев. Ученые, готовившие этот указатель, по ошибке пропустили этот стих. Но ошибка была обнаружена схема числовых фактов, которые имеются в самой структуре библейского текста. Числовые факты таким образом служат как средство автоматической проверки против вмешательства в божественный план, замысел числа книг, поскольку каждая буква является и числом одновременно, ясно, что замена даже единственной буквы нарушает числовые отношения всего отрывка. Пропуск букв или ее замена, не говоря уже о пропуске или замене слова, сразу же разрушает многие особенности совершенной числовой схемы. Добавленное одно слово разрушает схему в целом. В одном случае все представляют собой гармонию, и сложная схема числа 7 видна сразу. В другом все спутано, что-то чужеродное вошло в тонкие числовые схемы, чудесным образом введенные в Библию святым духом. Так, вопросов ни у кого нет по прочитанному. Идем дальше. Точный порядок слов определяется числовыми схемами, касающимися места и порядковым номером слов. Например, предположим, что кто-то изменил в каком-то отрывке порядок слов в имени Иисус Христос на Христос Иисус. Число букв в отрывке останется тем же, но порядок этих слов будет другой. Можно ли обнаружить такое изменение? Сможем ли мы определить, какой порядок слов является правильным? Иисус Христос или Христос Иисус? Да. В отрывке, в котором порядок слов неправильный, числовой схемы не обнаружится. Изменение порядка слов в любом отрывке Библии всегда разрушает совершенную схему, касающуюся значимости места и порядка номера. Замечательно, что метод глубокого поперечного разреза текста система умножения дает возможность быстро обнаружить любые ошибки. Поистине поражает воображение наличие самых различных видов схем, которые проходят через каждую букву и каждое слово текста. Наблюдается не только определенная числовая схема, касающаяся числовых значений и каждой буквы слова, но также имеются особые схемы, касающиеся значимости мест, значения и порядкового номера каждой буквы слова. Каждое слово и каждая буква так замысловато переплетены и взаимосвязаны различными видами схем, что просто невозможно сдвинуть букву или слово ни вправо, ни влево, не разрушив совершенные схемы. Такой совершенный порядок не мог получиться случайно. В качестве иллюстрации предположим, что 60 или 65 частей будильника были сложены в коробку. Можно эту коробку годами трясти, и эти части никогда не встанут на свои места. Совершенный порядок и сложные системы текста Библии невозможно приписывать случайности и даже человеческой изобретательности. Это дело божественное. В самой Библии утверждается, что божественное вдохновение распространяется не только на каждое предложение и каждое слово, но и на самые маленькие буквы, и на самые маленькие знаки. В Евангелии от Матфея, 5 глава, 17 по 18 стих, Иисус сказал, что ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Он говорит о самой маленькой букве ЕД и о самом маленьком знаке ТИТОЛ, указывая этим на то, что даже они вдохновлены Богом. Бог контролировал написание каждого слова и то, сколько раз его употребить в различных книгах Библии. Научно доказано, что Библия – божественная книга не вообще о помысли. Поистине Бог защитил и сохранил слово свое чудесным образом. Он бодрствует над словом своим. Поразительные числовые факты вплетены в тексте Библии, как водяные знаки, напечатанные на бумаге, чтобы не было сомнения в подлинности священного писания. Они оберегают от ошибок и вставок в Библии, как замысловатый рисунок на блокноте. Если для людей совершенно невозможно создать книгу по такой поразительной математической схеме, то это совершенно просто для Бога, великого Творца, который тщательно заложил число во всю природу. Числовая схема Бога встречена во всех его творениях. Вся природа основана на математической системе. Математические системы управляют всем космосом. Например, в сфере света есть семь цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Семь цветов, сливая, образуют вместе свет. В сфере музыки есть именно семь полных тонов. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. И от этого факта не может отойти ни один человек в мире. Будь он любой религии или самый атеист-мракобес, вообще ничего не признающий, кроме утробной скотской жизни на этой земле. Любое толстое стекло через свой скол тут же покажет семь цветов радуги. И никакими заклинаниями не сделать шесть или восемь цветов ни одному человеку. Мы спрашиваем, почему именно семь? Семь цветов соответствует семи нотам в музыке. Каждый восьмой звук является собой следующую октаву и является просто подтверждением первого. Через глаза, свет, через уши, звук мы непрерывно вбираем число семь. Жизненный стимул от Бога. Через каждые семь лет человеческое тело обновляется. При некоторых болезнях седьмой, четырнадцатый и двадцать первый день являются кризисным. Пульс человека замедляется каждый седьмой день, независимо от того, здоров он или болен. У женщины период беременности двести восемьдесят дней или семь умножить на сорок. Поистине число семь впечатано в физиологию человека. Разве не имеет значения тот факт, что Бог сделал каждый седьмой день днем отдыха? В мире существует две тысячи восемьсот девяносто шесть языков и наречий. Существуют различные религии. Но все народы мира, даже вновь найденные дикари, отмечают семидневную неделю. У животных период беременности длится у мыши двадцать один день, семь умноженное на три, у зайца и крысы двадцать восемь, семь умноженное на четыре, у кошки пятьдесят шесть или семь умноженное на восемь, у собаки шестьдесят три или девять умноженное на семь, у льва девяносто восемь или семь умноженное на четырнадцать, у овцы сто сорок семь или семь умноженное на двадцать один. У птицы инкубационный период, у простой курицы двадцать один день или семь умноженное на три, утки 28 или 7 умножить на 4. Божеские математические законы действуют во всех областях природы. Планеты на небесах управляются по определенным математическим законам. В природе действует не случайность. Она живет по установленной схеме. Бог создал звезды, установил их на тверде небесной. Он сосчитал число звезд. Он выпустил их своим определенным числом. Он изменил воды в своей ладони, измерил небо пядью, измерил меркой пыль земли, взвесил на весах горы и взвесил на весах холмы. Иов. Если Бог поместил звезды в надлежащем порядке, сосчитал их и взвесил горы, удивительно ли, что Он поместил слова и буквы в своей книге в точном порядке, и сосчитал, и организовал их в комбинацию чисел. Даже волосы на нашей голове сочтены. Матфея 10.30. Слово «сосчитанное» в греческом языке происходит от слова арифметика. Если Бог сосчитал волосы на нашей голове, удивительно ли Он, что сосчитал слова и буквы Священного Писания? Кто открыл эти поразительные факты? Открытие тысяч числовых фактов под самой поверхностью оригинального библейского текста было делом жизни одного человека, доктора Ивана Панина, знаменитого русского ученого. Среди тысяч людей, которые читали древнегреческие и древнееврейские тексты Библии, Иван Панин был первым, кто открыл поразительные числовые факты. Иван Панин родился в России 12 декабря 1865 года. С юных лет он был выслан из отчизны. Прожил несколько лет в Германии, где продолжал свое образование. Затем он переехал в Соединенные Штаты. Вскоре он поступил в Гарвардский университет и там близко подружился со знаменитым профессором Уильямом Джеймсом и президентом Гарвардского университета Элмотом. После открытия первой числовой особенности мистер Панин посвятил свою жизнь одной единственной определенной цели. Более полувека он неустанно трудился с большой настойчивостью. Он так упорно работал, подсчитывая буквы и слова, определяющие числовые значения, что не раз подрывал свое здоровье. Несмотря на огромное умственное и физическое напряжение, он работал очень упорно. Ничто не могло помешать ему выполнить дело его жизни. Однажды ему предложили заманчивую должность президента колледжа. Он отказался. Он предпочитал посвятить свою жизнь выявлению числовых фактов доказательству божественного вдохновения Библии. Панин доверил свою судьбу Богу. Некоторые считали странным, что он бросил хорошо оплачиваемую работу в качестве лектора по литературной критике. И он получал по 200 долларов за лекцию. Панин был горячо верующим христианином. Этот утонченный джентльмен вместе со своей милой женой вел спокойную скромную жизнь на маленькой канадской ферме вдали от шумных городов. Дело случая, что Панин был гражданином США. 30 октября в возрасте 87 лет он отошел в лучший мир. Прежде чем Панин мог бы начать работать по выявлению тысяч числовых фактов в структуре Библии, он должен был составить указатели, словари и другие аналитические выкладки, требовавшие высокой точности в малейших деталях. Его специально подготовленный указатель греческого Нового Завета состоит из тысячи страниц, и включает слова, расположенные в алфавитном порядке, и все ссылки на главы и стихи аккуратно записаны под каждым словом. Некоторые слова встречаются в Новом Завете сотни раз, и каждый случай их употребления записан в указатель. Лучшие из изданных на английском языке указатели не могли достаточно полными и точными для работы. Поэтому ему нужно было составить свой собственный указатель. Специально приготовленный Паниным указатель форм греческих букв в Новом Завете в рукописи содержит более двух тысяч страниц. Он построен по тому же плану, что и первые указатели, но содержит почти вдвое больше материала. Понадобилось более шести лет упорной непрерывной работы, чтобы завершить этот указатель. Но это еще не все. Парин подготовил специальные книги, где зарегистрировал все словарные единицы греческого Нового Завета. Это строго научный вук абулятор. в нем записано каждое слово Нового Завета и для каждого слова дается 16 полных числовых данных. В четырех колонках указывается порядковый номер, значимость, место, числовое значение. Все это дается перед словом. После слова идут 12 колонок, в которых указывается сколько раз было употреблено это слово, число, форм, слогов, букв, песцов, книг, дифтонгов и так далее. Написание этого вокабулятора потребовало более двух лет непрерывной работы. Панин помечал некоторые слова зелеными, красными, синими, фиолетовыми чернилами. Каждый цвет имеет определенное значение. Вся работа представляет только подготовку некоторых инструментов, которые были необходимы, перед чем Панин мог начать саму работу по выявлению тысяч числовых факторов. Час прошел, пожалуйста, следующая часть нашей беседы, полчаса, вопросы и ответы. Пожалуйста, кого есть вопросы, задавайте. Пожалуйста, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... в этой вновь образованной Украинской Православной Церкви Киевского Патриарха, то есть сейчас Православная Церковь Украины. Что можете сказать на этот счет? Игнать Тихонович, можете что-то на этот счет сказать, пожалуйста? Мне это вопрос, какой стороной задевает для спасения? Можно ли куда-то? Во всяком месте Господь говорит. Не на там, не там. На всяком месте. Считаем 4 главу Евангелия от Иоанна. Яснее и ясно сказано, там ответ. Господь ищет поклонников в Духе Истине. И не в Иерусалиме, не у горы Горизим, а в любом месте. Ну зашел, помолился и все. Если что-то препятствует, ноги грязные-то, в притворе постой, помолись. Вопросов-то вообще нет. И мы заходили в мечеть, католический костел, баптистов, и везде молились. Сами молились. Не с хоретиками молились, их даже и не было там. Все. Понятно. Спаси Христос. Аллилуйя. Мир всем. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Здравствуйте. Игнатий Тихонович, у меня такой вопрос. Сегодня читал Луки 18 главу. В ней есть слова Иисуса Христа, которые я принял определенно по-своему. Читал Феофилакта. Он объясняет их иначе. Смысл. Иначе объясняет. Вопрос. Я ошибочно воспринимаю смысл писания, смысл слов, или все-таки писание индивидуально для понимания каждого? Нет, общее для всех одно. Понял. Индивидуальное, только в определенной обстановке, что конкретно тебе говорит сделать нужно. А понимать сам текст везде одинаковый. Поступки могут быть разные. Притом очень сильно разница. Но все они направлены для прославления Бога. Спаси Христос вас. Слава Иисусу. Позвольте, можно еще один вопрос? Давайте. Скажите, пожалуйста, вот к таким личностям, известны нам личности 17 века, такие как Аввакум Петров, Бояриня Морозова, ну и многие люди, которые, в общем-то, достаточно трагически земной свой путь окончили, земной. как вы бы рекомендовали их воспринимать, как гонимыми за Христа или раскольниками? За Христа гонимыми. Расколят кто-то, кто колет. Кололи не они, а них онколол. Как они могли быть расколотыми? Топор колет, а не чурка. Я вот полностью с вами согласен, полностью согласен, но на всякий случай решил спросить, потому что читал некоторую литературу тех времен, и вот такие моменты проскальзывали, к сожалению. Они же казнили, они же издевались над ними, и они же теперь пляшут на их трупах. Спаси Христос вас. Слава Христу. Слава Христу. Геннадий Тихонович, это Валентина, у меня вопрос. Вот я обращала внимание, что наши священники, никто не говорит о спасительной жертве Иисуса Христа, а говорят о послушании Христа Богу Отцу. Вот как это понимать, и как это относится ко мне лично, вот это послушание? Объясните, пожалуйста. Ну, они, и слова объяснять. Как бы священное писание, то они как объясняют? Вот простой вопрос. Рождение свыше заканчивается третьим актом, крещением. Почему они не крестят? Притом везде. Простой вопрос. Чтобы крестить человека, Иоанн Затаус говорит, не надо ни одного таланта. Ни одного. Достаточно, чтобы был священник, и во имя Отца, во имя Сына погрузился, во имя Духа Святого. Все. И они не делают. Начинают, как отец Олег Стеняев, вот с миква, как женщина там, моется, подмывается. Зачем это все собирают они? Сошли в воду. Ну, зайди в воду-то, как Евнух и Филипп-то. Я считаю только от того, что такая подлость захватила все. Они свирепеют, когда кто-то им это говорит. Я сегодня как раз на эту тему говорил на собрании. Послушайте. Я не могу ничего сказать, кроме того, что я их предупреждал. Вы нападаете на меня, Бог вас накажет. Он поразил их сумасшествием. Все, которые нападают, они сумасшедшими сделались. Потому что я ничего своего не говорю. Бог повелел крестить, а не лбы мочить. А крестить означает тауфен. Что пояснять-то? Поэтому послушание должно быть Божьим словам. Как истолковались святые отцы. А этот наемник, который ничего не делает, его и слушать не надо. В этих вопросах, где он лжет. Душу обратить. Проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься? Веровать и креститься. Вера от чего зависит? Вера от слышания. А слышание от чего? От Слова Божьего. Они от свечек. А им только монахи, мощи, монахи, мощи. Это против меня они воюют. И я говорю, мертвым мертвым, живым живое. Не могут насладиться никак, некрофилы. Оставьте мертвецов, они уже умерли. трупа поклонства больше никак. У нас мощи есть. Пришел, поклонился, все, зачем резать-то? Где это-то видано? Ни одного жития нету, чтобы разрешено было. А то сумасшествие. И притом они разрешают все и называют экономию. Но слово какое начнется? С экономией начнем. Экономия. Послабление. А он не имеет никакого права. Вот судья судит и статья. Главное определение статьи. Статья говорит, от трех до пяти лет. Все. Он не может дать шесть, а может меньше взять, но не меньше трех. От трех до пяти. Так и здесь. Пусть они считают, 6 глава, 4 стих, послание к римлянам. Мы в смерть его крестились. В смерть. Какая смерть-то? Мы погреблись с ним. Как погреблись, когда стоим на капельном полу? Выныривая из воды. Как говорит выныривая? Это говорит Кирилл Иерусалимский. Они безбожники, попы. Одна подлость все захватила. Одно. Деньги, 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 деньги. У них ничего больше нету. Христос говорит, дом мой, домом молитвы наречется. Дом отца моего, дом мой. Не ваш дом. Чего он там хорохорится-то? А вы его сделали вертепом разбойников. Вы, разбойники, вертеп это пещера. И они терзают прихожан. Да это маленько стали у вас по-русски. Теперь все отняли. Разбойники. Поэтому что делать? Только молиться. Молиться и считай дома, других собирай. Собирайте, чтобы у вас была община. Не глядите ни на кого. Конечно, собрать будет нелегко. Сегодня вот Голубев Екатерина заходила ко мне. Вот приглашаем, согласны. В воскресенье никого нету. Я приглашаю, все приготовила. Два человека пришло и все. Я выставляю ее ролики. Она очень ревностная. Голубев фамилия. Одета вот как вы, как голубки. И ничего нельзя сделать. Ну, которые люди-то простые там. Ну, почему не прийти-то? Приглашала мужчин там свои, которые в церковь ходят. А ни один не пришел. Видишь, как прогнившее все. А люди говорят, что это община. Это у нас община. Вы видите, как собрание. Сегодня я выставляю. Кто-то ушел, кто-то пришел. Это община, не приход. Приход это пришел-ушел. Проходимся. А вот община. Мы знаем нужду каждого. Знаем, о чем молиться. Собрание. Кончилось моление. Мы все остаемся и дальше занимаемся. Позавтракали тут трапезы. И тут же сразу занятия идут. Им никогда этого не сделать. Не потому, что их много, а потому, что ни одного нет. Там пустое место. Мы там были. Проверили. И ничего не нашли. И Господь говорит, искал я у них человека, который встал бы в этом проломе. Ну, пролом. Они все разломали. Стена-то из кирпичиков, а кирпичики-то люди. И не нашел. И Ремия говорит, я искал. Никого нету. Деньги, деньги, все. Деньги, свечи вонючие эти ставят. Они не восковые. Их в руки-то нельзя погонят убрать. Зеленые, красные, желтые свечи. Они как растители добавляют, как нам в еду добавляют. Но мы не едим такое. А другие-то берут, ой, она пахнет хорошо. Да это химия. А тебе рак желудка будет. Делать надо. Даже ничего нельзя сделать. Никуда не уходить. Там же быть. Собирай людей на дом, приглашай 3, 5, 10 человек. И вот у нас мы даем материал исследовать пособие по изучению Евангелия от Марка. Как общины образуйте. Образуйте общины. Вот у вас здесь есть кто? Никто не образует. Никто. Мы знаем, которые старались, верующие. Ни у одного ничего не получилось. Никто не создал. Пока ни одного нету. Которые все разрешают. Там все можно делать. Такие соберут в один день. А чтобы канон осуществлять, такая строгость была в одежде, в питании, во сне, в жилище. Все везде. Это нет. Пока никого я не вижу. У нас наши уставы сфотографировали, попы были, уехали. И только начали делать, и свои попы задушили сразу. Меня спрашивают, а вы бы в настоящей обсталовке? Вот сейчас бы вас отнять, Барнаулы. Приехал бы я в зону Берг. Образовал бы общину или нет? Да не знаю я. Я просто родился там, где есть. Там и сгодился. А если бы послали только там? Значит, сегодня я бы сел за изучение немецкого языка. Сегодня же. Возобновил бы его. И стал бы заниматься по домам, ходить, проповедовать и богослужения посещать. А если бы в Грузии были, а какая у меня разница-то? Достал бы учебники изучать грузинский язык и пошел по домам. А так сидеть будешь, ничего не будет. Я вот сказал, у меня большая переписка была с Сергеем, парализованным. Козловым. Я выписал все оттуда. Получилось. И я кинул нескольким людям где-то. Откликнулся только один. Евтушенко, Сергей. И он ни слова не говоря стал все делать. И делает так, что кажется, лучше сделать нельзя. Сами посмотрите, я выставляю. Моя переписка с Сергеем Козловым. Я думаю, ни у кого такой нет в переписке. Но это примерно 550 страниц получается в книжном варианте. Да еще я отдельно ему скину. Моя переписка в скайпе была. Там 180, кажется, страниц. Так не считая, сколько роликов было у нас. Сергей Козлов, как будто он подал заявление, потеряясь к общине, его приняли. Он с нами был. Это член нашей общины умер. Я у Бога сейчас прошу милости, чтобы его талант Сергеев был. Когда он в рулетку зашел, два составил. Чтобы мне Бог дал талант. И я гляжу, получается. Мы уже с Володей составили примерно 9 роликов. На той неделе пойдут они. Идите, зовите по изгородям везде. Вот это вот, Евангелие от Луки. Они будут идти 1, 2, 3 и далее. Я прямо так сказал Господу. У меня этого таланта нет. У меня есть где на Ютубе. Тут ясное дело, что все идет. А вот новая открылась рулетка. Чат рулетка. Там просто мерзость одна. Мерзость. Дно адово. И однако находятся души. Мы маленько пропустили. Они там сквернословят бывают. И показывают, что не надо. Но аппаратура захватила. Сразу два человека позвонили. Вот такое дело мы заметили. Я сразу сказал Сергею. Сергей сразу же начал работать. К утру сегодня выставил. Заново переделал ролик. А тем людям я дал ответ. Все уже убрали. Благодарю всех, кто сочувствует. Кто помогает. Вы с нами вместе. Не будьте безучастными. Вот услышали где-то помощь какая-то. Ты сразу узнай. Доброе дело. И сразу избери меня, Господи. Вот раб твой слушает. А не так. Кто-то поехал. Ну пускай он едет. А я дома на своей постельке лежать буду. Вы сами знаете, как мы проехали через Германию туда-сюда. Когда в Испанию ехали. Скандинавию. И вы нам снабжали, давали. Не выскажешь, как вы нас приняли-то? Вы с нами участники. Кто примет пророка во имя пророка, получит награду пророка. Будто бы ты пророком была. Итак, вы приняли нас, как благовестников. Получите награду благовестника. Ты другим скажи это и приглашай к себе. Не будьте безучастными. Народ по тьме погибает. Кричат, дайте свет, дайте свет. Люди гибнут без Христа, дайте свет. Будьте, как город на вершине горы. Я сегодня на собрании говорил. Я уже выставил этот ролик. Сегодняшнее собрание нашей общины. Берите, смотрите, считайте. Понятно. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Аллилуйя. Вот почему сегодня... Тема такая, она сложновато довольно, панин. Вот он 50 лет потратил цифры, какие обнаружены были. Это нельзя составить. Это еще одно доказательство для людей грамотных. В Библии автор Бог. Я пытался составлять. Я знаю цифры эти давным-давно. Каждая буква имеет цифровое значение. Интересно, что последний человек, антихрист, руководитель, миром, поставит свое табло начертания. 666. 666. Я сидел в камере, и один из наших был. Его звали Лозин Анатолий Максимович. Преподаватель второй группы космонавтов. Там кандидат наук или кто он. Я ему сказал так вот. Два имени-то бывает там. Сын Петров. Ну, я ему дал имена Матфея, которые перечисляют родословно. И Луки. И все нынешние имена. И имена, которые в начале Библии до конца есть. Он все их выписал. Цифровые значения я дал. Он лежит на нижней койке. Шконка называется. И вверху вот так вот приклеил их, там, ну, в пружинке продернул. И лежит, губами только шевелит. У него тогда не было калькулятора. Он в уме считает. И он нашел два раза по 666. Например, Давуд, Давид, там, Исакович. Ну, только не Исакович, а там по их имени где-то. Я проверил абсолютно все точно. Ему это не надо. Да когда он нашел, перебрал, говорит, больше нету. Сочленение только в двух. И бросил назад. А я не видел, наступил и, ну, нога отпечаталась. Я вытащил. Дома, когда переплетаю пистолярное наследие свое, письма. И вот туда этот запачканный листок положил. Доказать, что и там можно работать. Он так чудовищно память свою развил. Представь себе, ворощает цифрами, тысячами. Как вот сейчас Панина читали. Да, это дива Божья. Мы должны прославить Бога за это. Я любил очень математику. И, допустим, так. Здравствуйте, дорогие мои родители. Я нахожусь на Камчатке. Мы уходим в плавание. Ну, вернемся примерно через три месяца. Я составил примерно. Теперь мне надо, чтобы у меня было гласное, согласное. Количество буквы, когда в цифровые перевести, одно не сходится, другое ломается. Я меняю слово там не «Здравствуйте», а «Добрый день». Оно не получается. Я меняю на «Добрый вечер», чтобы как-то получилось. Получается, дальше разрушается. Это невозможно. Моих знаний там совершенно не хватает. А если бы был калькулятор, тут не поможет. Ты должен в уме, как электронная техника, работать. Это Бог сотворил. Ну, все. Ох, ездра и ездра. Как красиво стоишь ты и в рубашке, и в книге рядом. Да благословить тебя, Господь. Ты единственный за две тысячи лет, наверное, ездрой назван. Сколько мне усилий пришлось приложить. Во-первых, полюбить его ездру, потом батюшку уговаривать. Потому что в святцах нет этого имени. Я стал думать, почему монахи за его забанили, как говорят. Это единственный в Ветхом Завете человек. Единственный в Ветхом Завете. За которым ни одного промаха нет. Сколько он сделал для израильского народа, для нас. Это ни один в мире не делал. И его в святках нету. Это вообще ужас какой-то. Это все попы, монахи. Кто не знает, скажем, у ездра три книги в Ветхом Завете. Книга первая ездра, вторая, третья. Дальше он собрал кодекс книг Ветхого Завета. Книги, чтобы с разных мест. С Моисеем написанные были, Давидом. Все книги собрать. Это он автор труда этого. Дальше. Вывел народ из плена. Это вообще невиданно и неслыханно. Расположить сердце царя. Там нападают. И они с Нееми вдвоем начинают город отстраивать. Стены, храмы и прочее. Это все он. И сделать всемирный развод. Развод. Где жены были не еврейки. Святое семя Апаганина было. Это все он сделал. Такой ревнитель восстановил субботу. Истинное почтение к ней. Это мы все узнаем из книг. Вторая книга Ездры. Книга Нееми. И его нет в святцах. Я стал вопросы ставить весь день. Никто не говорит. Я стал молиться, и Бог мне открыл. Это монахи сделали. Они ненавидят Слово Божие. Не просто не проповедят. Они ненавидят. Они не разрешали переводить на русский язык. Даже царь, освободитель. Александр Второй ничего не мог сделать. 30 лет эта реакция была. И потом все-таки перевели. А это масонская там организация. Нам теперь не узнать. Ну допустим масонская. И что из этого? Они добро сделали. Я говорю, не бойся. Когда канадская была пшеница, тут мука шла. Не смотрели на надписи-то. А ели, и вкусно было. А какой день ангела у Ездры? Всех святых? Да его нет ангела никакого. Его нету в списках-то. Как его определишь-то? Его сначала надо канонизировать, тебе внести в списки. А его нету. Как будто его никогда не было. Я сегодня нынче к батюшке-то приехал. Вот приехал человек с мусульманской среды. Я говорю, батюшка, крести его во имя Ездры. И он сам подошел. А батюшка только улыбнулся. Ну и крестил. Моя боль исполнилась. Я очень его прошу у Бога. Мне Бог всегда отдает это. И то, что Ездра, за 2000 лет первый Ездра. Его нет такого. Он один. Но вы у себя, когда будет где-то новый, или человек крестит, то упростите батюшку, покрести во имя Ездры. А дня какой-то нельзя узнать, потому что там нет для него дня. Он в списках не числится. Это герой веры. Давыд такое сделал. Ну сделал такое правильно. Хорошее дело. Сатыр написал. Ну, он два смертных греха сделал. Сколько он крови пролил. А за этим ничего нигде нету. Давиду прямо Бог сказал. Ты храм не построишь. Ты много крови пролил. Ездра единственный человек в Ветхом Завете с таким званием, знанием. Притом был священник и чтец. Друг царей языческих. А можно мне проинформировать наших муж и братьев наших муж и братьев о моем посещении Раскольнического храма. Сергей Егорович не понял вопроса. У меня есть информация о том, как поставил свою работу иеромонах Дмитрий, который прибыл сюда, в город Угледар, с Волыни, с этого церкви Киевского патриархата. Он создает и создал самую настоящую общину, где старается быть отцом, а сами члены как бы его детьми. После каждого чтения апостола, Евангелия, он выступает и начинает популярно объяснять, в чем все дело. По толкованию феофилакта. То есть, я смотрю, он делает то, что я мечтал и просил нашу пролетарию Николая, настоятеля Свято-Тихоновского прихода, делать у нас, чтобы после службы община продолжала существовать, не разбегались, а решали все вопросы, которые связаны с нашей жизнью во гресте. Это и пение, это и собрание, это обсуждение каких-то тем православных, нашей жизни во свете Библии. То есть, он по сути дела делает то, облески которых я наблюдаю в Потерявке в Барнауле. Это удивительно. Так, Сергей Егорыч, так ты лично знаком с ним? Ну да. Он у меня через стенку находится. Сергей, я буду вопросы задавать, ты коротко отвечай, да или нет. У него мужчина в общине есть? Ну есть. Все с бородами или нет? Или подстригают, бреют? Это общине, которую он создает. Всего-навсего один месяц. Туда пришли жители города Угледара, которые мало знакомы со крестом, с канонами. Это люди с улицы, как те язычники, которые только веровали в Христа. Ну, я поэтому задавать ничего не могу. Еще пока ничего не знаю. Вот пускай на этом остановится, чтобы женщины у него все были в платках. Самое простое, внешне, по чем можно определить. Чтобы никто не нарушал ни один пост православный. Ни один. Строго исполняли. Теперь, чтобы все до одного стремились на благовестие. Возвещать истину. Доставали Евангелие, распространяли. Вот когда у него это будет, я скажу, что-то есть познакомь, а так пока ничего и нету. Он говорил, ну и дальше-то говорил, ничего, может, и не будет. У нас тоже есть такие говоруны. Общины пока я ни одной общины не видал нигде. Если есть, то только так. Внешне, обряд, следствовкой, по-старообрядческой. На благовестие ни один не идет. А это главное. Идите, проповедуйте Евангелие всей твари. Он должен день и ночь стучаться в ворота Божьи. И чтобы все до одного были в полное погружение у него. Если моченые, чтобы немедленно крестил их. Если этого нет, то ничего там и нет. Вы у нас были, видели. Все сто процентов крещеные. Сто процентов. Это непростое дело, что он делает. Там должен быть человек, который должен помогать ему. Будь там рядом где-то. Вот что я сказал, это бы чтобы выполнили. Да, это внешне. От избытка сердца, говорят, уста. Говори. Я понял. Спасибо, Христос. Слава Христу. Чтобы пост соблюдали. Чтобы по воскресеньям было у них собрание. Вот как у нас. Приходили. Дальше занятия были. По скайпу образовали. Вот как у нас сейчас идут занятия. А если ничего этого нет, товарищи, так я беру другие уже аспекты. Вот в разной проекции, чтобы мы посмотрели и сказали, да, здесь изменения. Он нигде никогда никого лбы мочить не будет. Чтобы в церкви продажи ничего не было. Свечки были чисто восковые. Вот посмотри на это. Чтобы ни один не шел служить в армии, там с оружием, альтернативная служба. Шел там лечить, кого помогать, вытаскивать с поля боя. Нигде оружие, чтобы ни один не брали. Это как у нас в общине. Вот тогда вы увидите, что получилось или нет. А это все говорит о внутреннем состоянии. По поводу оружия у него не получится. Потому что у нас строят церкви, где Филарет, а тот призывает к войне в Донбассе. Но торговли в храме нема. Это точно. Свечи восковые. Свечи должны быть. Значит, надо воск покупать на пасеке и своим чистым бабушкам отдавать, чтобы они делали свечи. В церкви, чтобы нигде ничего за деньги не делалось. Ни за крещение, ни за молебну, ничего не идет. У нас деньги вообще отсутствуют. Их нет. И чтобы они платили десятину. Пока десятины нет, они благословения не имеют. Прокляты будут. Вот попробуй, когда увидишь, тогда какой разговор, какое у него лицо будет. Так это я хватил только так, краешку. Ну вот он приглашает на пять часов вечера прихожан храма для ну, чай и пить, есть своего рода и одновременно воскресная школа. Ну, прекрасно. Я не знаю, что там на воскресной школе они изучают. Надо посмотреть. Живой Евангелие, чтобы по блаженному филакту шли. Вы на меня выведите, по скайпу выведи его на меня. Я поговорю, а то не так давно один вышел, и мой знакомый. Ну, и он его, священник, тащит этого знакомого нашего. Он правду проповедует везде. С священником сделать. Священник его прям держит. Видно, что любит. Я говорю, скажи, которого кандидата? А ты женатый был? Так я и сейчас женатый. Понятно. Когда ты женился, ты жене изменял? Я нет. А жена тебе? Да. Всё, ты уже не можешь. Кандидатура грязная. Ты не будешь священником. Да как так? Каноны запрещают. Ты проповедуй, говори, езди. Не можешь. Жена тебе ноги подкосила. Вот такое правило-то. И посмотри, как это будет. Ясно. И ещё вопрос. Я был на крещении недавно в ДНР, в Луганской области, с товарищем, который посещает батюшку, насельника Святогорской лавры бывшего, так он на своих молитвах не поминает никого. Ни патриарха Кирилла, ни митрополита Ануфрия. Поминает всех патриархов, но имён не называет. Ну и категорически против всяких паспортов этих вот шестёрками. Ну ладно, паспортами если начали, то это уже всё, он уйдёт в сторону. Никакого отношения к паспорту не имеют. Теперь относительно церкви не поминает. Это его дело. Скажи, а ты дома молишься за них или нет? Один вопрос. Ты прихожан зовёшь к тому, чтобы молились за патриарха Кирилла, за тех, которых знают? Молиться за Путина, за Порошенко, за Дональда? Это повеление Божие. Ты можешь не произносить в храме, но дома ты молись. Это повеление Божие, не моё. Я передам. Вот так передай, что серьёзно скажи, Бог будет взыскивать. Над начальствующими будет строгое взыскание. Спаси Христос, Игнать Идиконович. Слава Христу, Сергей Егорович. Так, всё. На молитву. Тридцать четыре уже. Помолимся. Достойная стекла истину, Блажит и Тя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Без искления Бога, Словородшую, Сущую Богородицу, Тя величаем. Игнать Идиконович, Молитесь. Наш любящий небесный отец, Мы славим Твое святое имя, Данное человеком. Ты назвал нас христианами, Твоими последователями. Помоги нам, Господи, Духом Святым, Оправдать это чудное звание. И упокой в обителях вечных, Но представлено раба Сергея. И талант его, Господи, даруй мне умножить в себе, Чтобы дело его размножалось. Распусти нас с миром, И слышанное помоги нести людям, Которые ничего о Тебе еще не знают. Тебе, Господи, хвала и слава, Честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец, Сын и Святой Дух.